Парк юбилейный – центральный парк Хортицкого района. О его реконструкции говорили уже давно, а вот к реальным действиям приступили лишь несколько месяцев назад. Общая площадь этой парковой зоны более 55 тысяч квадратных метров. Согласно проекту, реконструкция юбилейного предусматривает три этапа. На сегодняшний день заложены деньги на первый этап. В первый этап входят пешеходные дорожки, в первый этап входит зона, театральная зона, сцена будет поставлена и будут проложены коммуникации под разводку, под полив травы. Парк условно разделят на зоны. Будет место для отдыха детей и молодежи. Зона физической культуры, массовых сборов и тематические площадки со скульптурой. Первые работы по реконструкции начались полгода назад. Было уложено несколько сотен квадратных метров плитки. На пешеходных дорожках будут расположены также парковые места, где люди будут отдыхать и общаться с друг другом. То есть пешеходная зона будет перекликаться с зоной отдыха. В центральной части парка будет установлена вот такая сцена. Ее планируют сделать крытой, чтобы мероприятие можно было проводить в любое время года и при любой погоде. Также мы оборудуем эту сцену местами для переодевания деток, потому что всегда это была проблема, всегда мы ставили автобусы на задней площадке, и детям было не совсем комфортно участвовать в этих мероприятиях. Главной особенностью парка «Юбилейного» станут солнечные часы, которые установят на входе. А здесь будут стоять две башни. Луч через одну башню будет попадать на вторую башню, а на второй башне будет шкала со временем. И по этой шкале луч будет двигаться. И по компьютерному расчету, который сделал архитектор, солнечное время будет показываться где-то с 11 часов дня до 6 часов вечера. Жители могут сверять свои часы по солнечному лучу. Дорожки для занятий воркаутом, дорожки для езды на скейте, велосипедах и роллер-дром. Полный проект реконструкции на днях представили и общественности. По словам главного архитектора, парк рассчитан прежде всего для семейного отдыха. Данный сквер, парк надо развивать в направлении больше для детей, для семейного отдыха, такого спокойного, чтобы детям было где играть. Кроме того, в дальнейшем мы предусматриваем, что будут площадки для установки декоративной скульптуры. Скульптуры будут установлены на финальном третьем этапе. Их хотят сделать в виде героев известных мультфильмов. На реконструкцию в этом году из городского бюджета выделено 7,5 миллионов гривен. Работы первой очереди должны завершить в ноябре.